С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила для работодателей по уплате НДФЛ. Теперь в определенных ситуациях налог придется платить из средств организации. Об этом сообщает налоговая служба. В деталях разбирались наши корреспонденты. Появились новые требования к зарплатам. Налоговики придумали новый способ выявлять серые заработные платы. Теперь они будут, по данным из региональной службы взысканий справок 2 НДФЛ, определять среднюю зарплату по компаниям и сравнивать ее со среднеотраслевой. По результатам сравнения работодатель получит приглашение на зарплатную комиссию, даже если ничего не нарушает. Писать пояснение придется практически всем. С нового года также сократится срок предоставления годовых форм отчетности 6 и 2 НДФЛ. Если ранее организации и ИП должны были представить эти формы до 1 апреля, то с этого года этот срок не позднее 1 марта. Еще одна новелла. Теперь, если в организации работает более 10 человек, то документы должны предоставляться исключительно в электронном виде. Ранее это касалось работодателей со штатом от 25 человек. То есть сейчас мы ждем такие декларации, если больше 10 человек, только в электронном виде. С 1 января НДФЛ разрешено взыскивать налоговых агентов в случае до начисления налога по итогам налоговой проверки или неправомерным, неполном удержании налога налоговым агентам. Эта новелла касается недобросовестных работодателей, которые выплачивают зарплату с участием конвертных схем.